В моем производстве находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотрено частью первой статьи 159 Уголовного кодекса. По факту того, что 1 декабря 2011 года невосновленные лица путем обмана и злоупотребления доверием похитили у пожилой женщины деньги в сумме 10 тысяч рублей. Людмила Васильевна стала жертвой аферистов впервые. 1 декабря она, не подозревая беды, впустила к себе домой якобы сотрудницу коммунальных служб. Аферистка сообщила пенсионерке, что та переплатила за коммунальные услуги 728 рублей. Мошенница предложила вернуть переплаченные деньги. Достала из своей сумки прозрачный пакет, в котором лежали пятитысячные купюры, и попросила сдачу. Людмила Маланина, ни о чем не подозревая, достала кошелек, в котором лежало чуть больше 10 тысяч рублей. Вдруг в квартире раздался звонок, и пенсионерка вышла из комнаты. Пока хозяйка разбиралась с назойливым незнакомцем, аферистка поменяла все деньги Людмилы Васильевны, которые находились в кошельке на билеты банка приколов. Когда хозяйка вернулась в комнату вновь, мошенница в спешке покинула квартиру. А за деньги-то я не слыхала, что у них бывают липовые деньги, то я и не слыхала никогда. Я бы посмотрела сразу, а уж на другой день пошла на рынок, да рассказывают подружке. Вместе работали, она медсестрой работала в госпитале, я тоже. Она говорит, иди смотри, все деньги у тебя липовые. Я думаю, да нет, я ведь пошупала, пошупать это мало, надо посмотреть, липовые они у тебя. Сотрудники внутренних органов вручили обманутой пенсионерке брошюру, в которой подробно прописаны все коварные действия аферистов. Брошюра специально разработана для граждан, для наших. Здесь описаны все факты, какие мошенники, какие способы мошенники используют, чтобы обмануть граждан. Почитайте, чтобы больше с вами такого не случилось. Еще одной жертвой парочки аферистов стала жительница Суксунского района. Мошенницы под видом работников социальной сферы предложили жертве обвинять все имеющиеся деньги в доме на новые. Женщина, ничего не подозревая, достала 50 тысяч рублей и отдала в руки обманщиц. Мошенницы убрали деньги в конверт и отдали пенсионерке. Вечером того же дня обманутая женщина нашла в конверте лишь свернутые тетрадные листы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова